Когда и где начнутся выплаты вкладчикам Чувашкредитпромбанка? Кому они положены в первую очередь? Куда обращаться, если вы не обнаружили своей фамилии в реестре кредиторов? Сегодня на эти и многие другие вопросы отвечали председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин и представители агентства по страхованию вкладов. Подробности у Ольги Пырочкиной. У нас просто вклады в Чувашкредитпромбанке. Я пенсию там получала. А сейчас как? Надо что-то переоформлять? Интересует, куда обращаться, где писать заявление, когда, в каком порядке будет возмещение. Лишение лицензии Чувашкредитпромбанка и последствия этого уже больше недели. Главная тема – повестки дня региональных СМИ. Однако вопросов у вкладчиков по-прежнему много. Чтобы дать максимально полную, последнюю информацию, их пригласили на встречу в ДК имени Ухсая. В короткие сроки был проведен конкурс по отбору банка-агента. Как вы уже, наверное, все знаете, это Россельхозбанк. Выплаты начнутся 18 ноября. Денег хватит на всех. Поэтому в первые дни банк-агент, скажем так, не надо идти, терять время на то, чтобы стоять в очередях. Выплачивать страховое возмещение будут в течение года. Мы выплачиваем эти вклады в наших 12 точках присутствия. Это три точки в городе. Основная точка выплата – это президентский бульвар, наш филиал. Но и в тех районах, где были домофисы у Чувашкредитпромбанка, еще раз напомню, это Канаж, Аллаты, где у нас все, Батарева, да, там будет выплата. Но поскольку очень много вкладчиков выплачивается здесь в городе, мы, близлежащие к нам наши домофисы, это Когеси, Цивильск, Красноармейск, тоже подключили к выплатам. Если вкладчик не обнаружил своих данных в реестре кредиторов, а такое возможно, если у человека кредит в этом же банке или какая-то другая задолженность, нужно обратиться ко временной администрации банка или в агентство по страхованию вкладов. По всем вопросам, по вторникам и четвергам жители бесплатно будут консультировать юристы и адвокаты в общественной палате по адресу площадь республики, дом 2. Подключится и аппарат уполномоченного по правам человека. С сегодняшнего дня так совпало совершенно случайно. Мы переехали по адресу проспект Московский, дом 3. То есть буквально мы в одном здании, поэтому граждане-вкладчики могут обратиться и будем вместе думать и решать их проблемы. Самая благоприятная ситуация сейчас средовые вкладчики. Им выплаты положены в первую очередь. Получили ответ на вопрос? Получил. Все отделения Россельхозбанка, все они будут выдавать. Много вопросов было в отношении страховой суммы. Миллион четыреста. Это мы знали, но еще раз подтвердили, что не беспокоиться не надо. У кого меньше страховой суммы, получат полностью с процентами. Во вторую очередь, выплаты положены юридическим лицам. Больше всего вопросов у представителей ТСЖ. Мы собирались менять рамы в подъездах. И вот получилась такая ситуация. Накопили денег, потому что трудно накопить деньги. Сейчас накопили деньги, и очень трудно. Народ возмущен, конечно, этим. Только в Новочебоксарске в непростой ситуации оказались 22 дома. Мы копим деньги на своем счете для ремонта своих домов. С ресурсниками надо рассчитываться. За тепло, за воду. И поэтому у нас теперь вопрос возникает. А как же быть с этими деньгами, которые у нас накопились на расчетном счете? Сейчас временная администрация проводит анализ активов банка. В зависимости от качества этих активов, возможности их реализовать, будет рассчитываться по покрытию обязательств, которые были у банка. Очередность уже коллега сказала. Я так понимаю, в первую очередь вы не попадаете. Выплаты ТСЖ начнутся в третью очередь. Всю актуальную информацию Временная администрация кредитного учреждения размещает на сайте Чувашкредитпромбанка. Также она есть на сайте правительства Чувашии. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.